Напередо Дни Головного Свята Краины, Дня Незалежности, у Гомеля ушановывали уладальника ухонарового звания «Человек года». И оно присудяется за высокие досягнения у працы, творчий подыход и отданность в справе. Марина Джалая, Волода, подрабясностями. Свято начинается еще перед выходом в Громадско-культурный центр. Тут выстава ретротехники, которая сразу задает атмосферу мероприемству. На такой спякоте техника распалилась, как огонь. На счастье, уже 75 годов в Беларуси такие машины и зброю выкористовывать только в мирных метах. У фойе об военных сторонках расповедают экспозиции. Тут и фотосдымки, и речи семейных архивов и зброя. 75 лет мы уже живем под мирным небом, весь наш народ. И хочется просто поклониться тем людям, которые еще сегодня живы, тем ветеранам. И, к сожалению, сегодня осталось все меньше и меньше остается. В частности, у нас в городе остались практически единицы. Но мы им благодарны за сегодняшнее наше мирное небо. Тым часом в концертной зале «Аншлаг» – уступное слово за выконвающим обовязки старшине гомельского облоконка Магеннадзем Соловьем. Ей не только виншуя присутных с великими для Беларуси святами, днем незалежности и 75 годин вызволения от фашистских захопников, а ли рассказывая об достигнениях кожного района Гомельщины. Затым хвалюючая частка свята – уручение гонорового звания «Человек года». Оно присуджается за высокие достигнения у працы, творчий подыход и отданность справе. У номинации «Служу Айчыне» лепшей стала Ганна Романова, наместник начальника отдела мытных операций контролю номер два Гомельской мытни. Звание майстер у Светланы Колесниковой, урача отарына ларингологичного отделения Гомельской областной клиничной больницы. Лидером признаны Иван Дусянок, электрозварщик Гомельского завода «Летя и Нармаляв». Лепшим по призванні стал Уладимир Тачихин, урач-онколог-хирург Гомельского областного клиничного онкологичного диспансера. Керауником года стал Михаил Капинский, директор сельско-господаршего унитарного предприемства «Полесе Агроинвест». Человеком на земле признанный Миколай Астапович, тракторист-машинист товариства «Бабовский». В номинации «Открыть сё» – перемога у Сергея Бычкова. Старшинник громадского объединения «Совет батьков» города Гомеля. За 2018 год наш проект «Папа зал» вышел на республиканский уровень. Инициатива «Рух дворовых гульнов», которую мы осуществляли в прошлом году, она тоже стала очень большой. Мы провели порядка 230 мероприятий. Это тренировки, мастер-классы по воркауту, стритболу, футболу, другим уличным видам спорта, в которых поучаствовало порядка 2000 человек. Получилось построить, благодаря партнерам, площадку для воркаута профессиональную в городе Гомеля, которая сейчас заполнена с утра и до вечера практически. И получилось масштабировать тот проект, который был просто на базе идеи. И мы развиваем его дальше и планируем развивать его по республике. У Глядацкой зале сегодня ветераны, молодь, представники прационных коллективов. Для их организаторы свята подрихтовали великую концертную программу. 20 яскравых, проникненных, ширых и отметных номеров от самых вядомых и теленавитых коллективов Гомельской в области, а так само брандских артистов. Мы очень постарались нашим гомельчанам и гостям города подарить настоящий праздник. Даже сегодня выставки буквально пронизаны каждым шагом освободительного движения нашей республики Беларусь. И то, какую часть в этом сыграла наша гомельщина. И сегодня каждая выставка – это каждый шаг освободительного движения. Не было бы мирного неба над головой, сегодня бы не было нашей процветающей Беларуси. В святочные мероприемства с нагодой Дня Незалежности и 75-ти годов изволений Беларуси от фашистских захопников протягиваются. Концерты, митинги, открытие новых объектов, помников, встречи с ветеранами. И ключевое мероприемство тыдня, шматысячная шестя, Пагалуны, в улице Гомеля, Советской. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.